Самый существенный удар по рынку топлива в Мордовии оказала остановка московского нефтеперегонного завода «Газпромнефти». В этом году плановые ремонтные работы здесь прошли на нескольких установках, в том числе стабилизации и вторичной перегонки бензина, а также гидроочистки и электрообессоливания дизельного топлива. Полностью работы будут завершены здесь не раньше осени 2018 года. А это значит, что основные потребители перешли к Нижегородскому заводу «Лукоил» и самарским предприятиям «Роснефти». Эти оптовики рачительно подняли цены. Весной в сезон посевной они всегда так делают, но сейчас рост вышел за пределы сезонного. Средняя розничная цена за литр 95-го бензина в Мордовии перевалила за 42 рубля. Отметку в 40 рублей она преодолела в апреле. Подсчеты внимательно ведет управление антимонопольной службы. Уже сейчас принято решение о начале проверки регионального топливного рынка. Сроки у нас поставлены до 24 мая. Хозяйствующим субъектам более 80% уже направлено ответа. Соответственно, 24 мая будет уже полный пакет документов со стороны хозяйствующих субъектов. Но я думаю, что в течение двух недель наши специалисты проведут более глубокий анализ. Прецеденты, когда ФАС находила картельный сговор, уже были и штрафы за такое поведение совсем не фиксированные, а зависят от оборота топливной компании. Если мы посмотрим статистику, например, с 2008 по 2016 годы по всей Российской Федерации, то можно говорить о том, что хозяйствующие субъекты были подвергнуты довольно крупным штрафам не только в рамках Российской Федерации, но это крупные штрафы были и на мировом уровне. В целом, это было наложено штрафов порядка 21 миллиарда рублей. В Мордовии в последний раз оштрафовали продавца нефтепродуктов на сумму примерно в 2 миллиона рублей. Сейчас все зависит от данных, которые собирает Федеральная антивонопольная служба региона. А эксперты прогнозируют, что уже в августе литр 95-го бензина обойдется автовладельцам в 45 рублей. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.